Добрый день, уважаемые участники конференции. Прежде чем я начну свое выступление, мне хотелось бы поблагодарить организаторов конференции за возможность выступить с докладом на секции английского языка, посвященной крупному методисту, выдающемуся ученому и педагогу Радиславу Петровичу Миллерду. Моя встреча с Радиславом Петровичем случилась в далекие 90-е годы, когда я была студенткой факультета иностранных языков Тамбовского государственного педагогического института. Радислав Петрович читал нам лекции по методике преподавания английского языка, а также вел у нас дисциплину, которую мы называли газета, где мы осваивали под его чутким руководством тонкости политлексики. Нам очень импонировала его манера подачи материала, ведь отличие от большинства вузовских преподавателей того времени, он никогда не читал лекцию по бумажке. У него были специальные карточки с тезисами, в которые он изредка заглядывал, чтобы не упустить наиболее важные моменты. Конечно, это был верх мастерства, настоящий высший пилотаж. Затем наши пути пересеклись в 2012 году, когда Радислав Петрович перешел в Тамбовский государственный технический университет на кафедру международная профессиональная и научная коммуникация. Так случилось, что наша кафедра была создана ровно за год до перехода Радислава Петровича в технический вуз, и его вклад в становление и развитие нашей кафедры невозможно переоценить. Его помощь и советы были очень своевременными и конструктивными. Тема моего сегодняшнего выступления – организация эффективной подготовки обучающихся к участию в Олимпиадах по английскому языку – выбрана не случайно. Ведь идея проведения летних школ для подготовки к Олимпиадам появилась на кафедре тогда, когда Радислав Петрович активизировал работу по оказанию методической помощи учителям города. Он проводил семинары и тренинги для учителей английского языка по наиболее востребованным направлениям. И одним из таких направлений тогда была подготовка к Олимпиадам. Но, конечно же, проведение консультаций для учителей с целью повышения качества подготовки к Олимпиадам оказалось недостаточным. И так возникла идея проведения летних школ по английскому языку в Тамбовском государственном техническом университете, о чем я сегодня и хотела бы рассказать и поделиться нашим опытом. В последние три года летние школы проводятся для учащихся базовых школ РАН, так как наш университет стал региональным научно-образовательным центром поддержки школ-участниц проекта. По итогам конкурсного отбора в него вошли четыре школы Тамбовской области, в которых ведется целевая подготовка по выявлению и обучению талантливых детей и их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и технологии. Проект был инициирован Российской академией наук, а ректор нашего университета профессор РАН Михаил Николаевич Краснянский является координатором проекта в Тамбовской области. Переходя к основной части своего выступления я хотела бы привести цитату из последней работы Радислава Петровича, которая, на мой взгляд, наиболее емко и точно отражает сущность подготовки к заданиям олимпиадного уровня. Это цитата из статьи «Интеллектуальные умения или твердые знания. Альтернатива или единый подход», которая была опубликована в июньском номере журнала «Язык и культура» уже после смерти ученого. В современных условиях повышается значимость развития гибких интеллектуальных умений творческой личности, способной решать нестандартные задачи, создавать и осваивать новые алгоритмы деятельности, принимать инновационные решения. Гибкие интеллектуальные умения составляют сущность когнитивных схем эффективного поведения современного человека. Работа с одаренными детьми представляет собой одно из приоритетных направлений в рамках подготовки успешной и разносторонне развитой личности. Как известно, предметные олимпиады среди школьников позволяют определить степень готовности обучающихся к профильному или углубленному изучению предметов, а также помогают определиться с профилем дальнейшего образования. Также олимпиады позволяют продемонстрировать творческий потенциал обучающихся через продуктивные типы заданий повышенной сложности. Олимпиада также дает ряд преимуществ при подготовке вуза, а также дает преимущество при зачислении на ряд направлений, которые соответствуют профилю олимпиады, а также по некоторым олимпиадам учащиеся могут получить 100 баллов по профильному предмету. Остановимся на формах подготовки обучающихся к олимпиадам. Конечно, их существует огромное множество. Прежде всего, это факультативы, кружки, интеллектуальные марафоны, конкурсы, консультации, летние школы, профильные классы. Эффективность данных форм неоднократно отмечалась многими методистами. Однако, необходимо помнить, что само по себе наличие данных форм работы не гарантирует успеха обучающихся на олимпиадах. К основным проблемам организации подготовки обучающихся к участию в олимпиадах относится прежде всего степень сложности олимпиадных заданий, а также значимость межпредметных связей, которые необходимо учащемуся использовать в ходе выполнения олимпиадного задания. Все это определяет необходимость формирования образовательного маршрута при организации работы с одаренными школьниками. В частности, необходимо осуществлять поиск оптимальных форм подготовки данной категории обучающихся к олимпиадам. Помимо усложняющихся заданий, к основным недостаткам следует отнести следующее. Прежде всего, это, конечно же, нехватка методической литературы как для учителей, так и учебно-методических материалов для обучающихся. Сложности разработки программ подготовки обучающихся к олимпиадам в силу того, что олимпиад большое множество и задания в них варьируются. Трудности связаны с выполнением самих олимпиадных заданий. В работе Радислава Петровича задания повышенной сложности называются интеллектуально нагруженными заданиями. И наибольшими трудностями при выполнении такого типа заданий возникают, если в задаче не задан способ ее выполнения, если школьникам необходимо самим разработать алгоритм решения проблемы или если предлагается самостоятельно определить формат свободно конструируемого ответа. Другую трудность обусловливают множественные формы информации, которые могут быть использованы для подачи информации в олимпиаде. Это тексты, таблицы, графики, схемы, диаграммы, видеофрагменты. У выполняющих заданий может возникать чувство растерянности, если они сталкиваются с избыточными или лишними сведениями. Например, уже в заданиях регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников необходимо обладать навыками работы с комбинированными форматами. Неожиданно может оказаться задача опираться не только на предъявляемые учащимся факты, но и на собственные фоновые знания, которые находятся за пределами образовательного курса. Учащихся должен быть достаточно широкий кругозор для того, чтобы справиться с заданиями олимпиадного типа. В некоторых заданиях может потребоваться моделировать информацию с помощью графического редактора, например, построить график на материале прочитанного текста. Также трудности могут возникать в случаях, когда решение ограничивается дополнительными условиями. Например, в письменных заданиях иногда можно встретить требования употребить определенные лексические единицы. Остановимся на роли университетов в подготовке учащихся к олимпиадам. Безусловно, подготовка к олимпиадам по английскому языку – это пространство для коллективной работы, направленное на развитие компетенций не только обучающихся, но и учителей, мотивированных решением проблем более высокой сложности, нежели задач, заложенных в стандартной программе изучения английского языка на школьном уровне. Олимпиады по английскому языку для школьников различного уровня – школьные, муниципальные, региональные, всероссийские – рассматриваются нами как связующее звено в системе профильная школа ВУЗ. Система профориентации школьников проходит в тесном сотрудничестве с ВУЗами-партнерами, что, безусловно, способствует эффективной подготовки высококлассных специалистов. Важным моментом в рамках повышения эффективности подготовки одаренных и успешных школьников к олимпиадам по английскому языку представляется решение следующих задач. Первое. Разработка стратегии методического сопровождения одаренных учащихся при подготовке к олимпиадным заданиям по английскому языку. Второе. Разработка учебных материалов для подготовки к олимпиадным заданиям по английскому языку повышенной сложности и их апробация. Третье. Создание системы эффективного взаимодействия школа-университет для подготовки одаренных и успешных обучающихся к участию в олимпиадам по английскому языку. Четвертое. Проведение мероприятий, направленных на активное вовлечение талантливых школьников в олимпиадное движение и развитие их интеллектуального потенциала. Оказание методической поддержки школьникам, учителям, а также разработка учебно-методических материалов для подготовки к участию в олимпиадах по английскому языку разных уровней. Сам процесс подготовки к олимпиадам включает три последовательных этапа. Диагностический подразумевает выявление одаренных учащихся и их интеллектуальных способностей и возможностей, а также анализ перспектив развития данных возможностей с учетом индивидуальных особенностей школьников. Второй этап, дидактический, включает убеждение учащихся в ценности получаемых знаний, умений и навыков в предметной области для дальнейшего профессионального самоопределения. Третий этап, развивающий, заключается в выработке и развитии конкретных умений и навыков по предмету, а также формирование межпредметных взаимосвязей, применение стратегии дифференцированной работы с каждым обучающимся, участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах и творческих проектах. Теоретической базой для организации и реализации эффективной подготовки обучающихся к участию в Олимпиадах служат следующие подходы. Коммуникативный подход к обучению иностранным языкам, цель которого является формирование коммуникативной компетенции обучающихся. Лично-стоориентированный подход к обучению иностранным языкам, который сводится к учету индивидуальных особенностей и личностных интересах обучающихся и их индивидуальных особенностей, что является, несомненно, крайне важным при развитии одаренных личностей. Компетентностный подход, который направлен на развитие у учащихся способности решать определенные задачи, способности искать, анализировать, критически оценивать информацию. Ну и, наконец, социокультурный подход, который ориентирован на обучение иностранному языку в контексте межкультурной коммуникации и отражает общемировые направления в организации языкового образования. При работе с талантливыми учащимся в рамках подготовки к участию в олимпиадах по английскому языку также необходимо учитывать особенности данной категории обучающихся. Остановимся на основных чертах портрета типичного олимпиадника. Прежде всего, это обучающийся уровень владения английского языка, у которого уровень B2 или C1. Предполагаемый балл ЕГЭ 95+. Готовится к поступлению в топовые вузы. Уверен в своих силах и понимает, что способен многого достичь. С удовольствием учится и узнает новое. Трудолюбив, упорен и настойчив. Одним из наиболее успешных мероприятий в данном направлении является проведение летней языковой школы с программой интенсивом по подготовке школьников и решению олимпиадных заданий повышенной сложности, позволяющей перенять опыт у победителей олимпиад, познакомиться с форматом олимпиадных заданий, которые достаточно слабо представлены в школьной программе, а также поучаствовать в различных творческих проектах. В июне 2021 года на базе Тамбовского государственного технического университета была проведена летняя школа интенсив по подготовке к участию в олимпиадах по английскому языку. В данной школе приняли участие порядка 16 учащихся из базовых школ РАН. Недельный интенсив проводился на территории университета, были использованы мультимедийные средства обучения. На занятиях мы предлагали ребятам попробовать свои силы в заданиях повышенной сложности, в том числе направленные на формирование следующих навыков и умений. Умение решать познавательные задачи на основе информации из нескольких разных источников. Как я уже говорила, это задание на интегрированное чтение и аудирование. Умение работать с противоречивой информацией и вопросами разного формата. Умение трансформировать исходный текст с учетом ограничении. Данное задание, несомненно, способствует развитию навыков устной и письменной речи, а также более глубокому усвоению языкового материала. Отбор материала для подготовки проводился следующим образом. Прежде всего мы использовали материалы прошлых лет, которые выложены на сайтах Всероссийской олимпиады школьников и на предметных олимпиадах, а также мы разрабатывали собственные новые задания на основе уже существующего банка. Особое внимание уделялось отбору языкового материала, способствующего пониманию национально-культурных особенностей носителей английского языка, так называемые лингвострановедческие задания. Результатом успешной реализации данной летней школы является развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников, повышение интереса к изучению иностранных языков, повышение результативности на олимпиадах по иностранному языку. Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Считаю для себя за честь, что такая у меня появилась возможность сегодня тоже принять участие в такой замечательной конференции, которая посвящена памяти моему учителю, моему другу, моему коллеге, человеку, с которым меня связывают реально многие годы профессионализма, реально многие годы творчества. И это, конечно же, наш Радислав Петрович Мильруд. О Радиславе Петровиче Мильруде можно говорить много хорошего, яркого, потому что это сама личность, харизматичная, это ученый, это учитель, это человек. И все, конечно, для меня точно, с большой буквы. Но вот всегда след творчества, след профессионализма у таких людей прослеживается и остается в памяти коллег в том, что они создают. И вот мне очень повезло и моим коллегам, что в течение многих лет мы используем замечательный учебник. Соавтором этого учебника является тоже наш Радислав Петрович Мильруд. И мне сегодня хочется поделиться, рассказать вам, как за эти годы, а это фактически уже десятки лет использования этого УМК активно в практике, меня как учителя, моих коллег, мы реально видим вот все те возможности до сих пор, которые дают нашим детям и нашим коллегам вот это важное понятие личностный рост. И сегодня хотелось поговорить, как УМК «Звездный английский», УМК «Старлайт» работает в подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации, к олимпиадам, как он готовит к международным экзаменам, как учебник работает над действительно совершенствованием самих навыков у учителей, учителей английского языка, потому что, например, я этот учебник активно использую с коллегами на курсах повышения квалификации. И вот действительно, мне кажется, это уникальная возможность, что мы сегодня можем говорить, что в одном учебнике, в одном УМК есть столько много возможностей, есть столько много различных компонентов, которые дополняют друг друга, дают такой вот реальный рост мотивационный, профессиональный, языковой, речевой. Ну, в общем, все то, что необходимо сегодня как ученику, так и учителю, который задался целью овладеть английским языком на должном уровне, с желанием действительно поддерживать этот уровень и даже, может быть, что-то для себя открывает, потому что это действительно современный, до сих пор, я считаю, активно используемый в российских школах, аутентичный российско-британский ОМК, вот в котором действительно много все сошлось. И недаром, когда я представляю этот учебник, я всегда вот представляю вот это латинское изречение, перас пера дастра, через терни и звезды, потому что действительно, кажется, вот открываешь учебник, в нем столько много, в нем кажется много сложного, много сразу ты не сможешь понять и усвоить. Ну, ты начинаешь с годами все это раскладывать по полочкам, ты начинаешь все это систематизировать, и потом ты видишь, какой у тебя, у учителя и у твоих учеников прекрасный результат. Я могу рассказывать про этот учебник и про этот ОМК в силу того, что я практик, который много лет работает с этим ОМК, и вот мы действительно много обсуждали с Радиславом Петровичем по ходу этого написания учебника, какие-то плюсы, минусы, интересные подходы. Поэтому, ну, я действительно вот растворен в этом учебнике. И, например, мне очень вот хочется вначале рассказать о том, что учебник Starlight, учебник звездной английский, это прекрасный инструмент. Continuous Professional Development. Учителя, заметьте, учителя, не ученика, потому что мы всегда стремимся, учителя, к тому, чтобы нам предложили что-то хорошее, интересное, яркое, чтобы мы могли свой английский brush up, да, чтобы мы могли постоянно заниматься своим английским. И вот это, мне кажется, действительно уникальная возможность, которая есть в нашем учебнике, в нашем интересном и ярком учебнике Starlight. Почему? Ну, потому что, если мы с вами посмотрим, Starlight – это многолетний положительный опыт. Это, вы знаете, для меня такой комплексный проект, который успешно готовит ребят, а, соответственно, и учитель позволяет себе вместе с учеником готовить сложные и нужные задания, начиная с ЕГЭ и УГЭ и заканчивая различным международным языковым экзаменом. Starlight – это действительно мощный мотивационный потенциал учителя и ученика, который хочет постоянно совершенствоваться в английском языке. Конечно, это современный и эффективный УНК, в котором вот все те навыки 21 века, о которых мы так любим говорить, вы с лихвой найдете, вы сможете использовать их на уроке. Вы найдете самое главное и ценное – это яркий, такой, вы знаете, сочный, живой английский. Конечно, в этом учебнике можно многое, что находить для себя нового, яркого, интересного. В лексике, в грамматике, в фонетике, в содержательных, интересных текстах устных и письменных источников. Вот если вы просто полистаете учебник, вы сразу, внувшись в этот учебник, просто окунетесь в яркий, содержательный мир английского языка. Вот какой бы вы ни открыли юнит, какой бы вы ни открыли модуль, какой бы вы ни взяли класс, я всегда говорю своим коллегам, хотите за лето немножко освежить английский, ну, скажем, вы работаете по-другому, достойному МК, прекрасно, замечательно. Возьмите на лето учебник 9 класса, и вот английский B2+, вам точно гарантирован для такого, что называется, brushing up. Это реально, потому что там столько много интересного вы найдете, вы столько сможете почерпнуть хороших, свежих, интересных выражений, коллокаций, живых, настоящих, идиом, совершенствовать свои знания в мелочах. Из мелочей наша жизнь состоит, да и вообще есть ли мелочи, все, что касается языка, это серьезно. В любом блоке вот того же 9 класса вы найдете столько много дополнительных заданий, которые позволят прокачать вашу лексику, вашу грамматику, и действительно это так. Я сам постоянно это использую в своей работе, и даже если, например, вот мы с ребятами уходим в какое-то другое УМК, а дополнительно что-то берем в рамках нашего лингвического профиля в гимназии, я всегда возвращаюсь к электронной версии учебника, к бумажной версии учебника УМК Starlight, потому что я знаю, что это точно материал, который можно до бесконечности повторять, отрабатывать, и все равно что-то новое найдешь. Мне вот это очень нравится. Меня это лично действительно вот реально мотивирует. И если мы говорим о CPD, о Continuous Professional Development Учителя, лучшего материала, который есть сегодня на российском рынке, да, образовательном, да еще он и у нас входит в перечень, значит, вы можете спокойно сказать его в своей библиотеке и бесплатно использовать в работе, вы не найдете. Вот можно просто показывать до бесконечности слайды, которые покажут, какой здесь яркий, какой здесь важный, какой здесь хороший, качественный материал, чтобы действительно это можно использовать в работе. Ну и в силу того, что я представляю прекрасную 12-ю гимназию, многопрофильную гимназию города Твери, и у нашей гимназии действительно это уникальная возможность для ребенка, обучаясь с ранних лет, фактически с 5-го класса, заниматься уже углубленным и ранним профилированием разных предметов, то английский, конечно, у нас в приоритете, и, конечно, лучшего учебника для углубленного изучения сегодня, мне кажется, в России нет. И вот когда мы открыли свой лимитический профиль, да, мы долго искали в 90-х годах вот разные подходы, брали западные учебники, брали российские учебники, но как только появился на рынке, вот где-то с 2005, там где-то 7-го, 8-го, 9-го года первые вот учебники Starlight, но точно с 2010 года мы активно в всей гимназии, в нашем лингвистическом профиле, в нашем лингвоматематическом профиле активно используем наш Starlight. Мы уже не представляем свою работу в 5-м, 9-м классе, например, без этого учебника, потому что если действительно надо посмотреть язык на углубленном уровне, посмотреть все эти возможности, которые тебе дает углубленное изучение языка, это, конечно же, Starlight и только Starlight. И вот нам кажется, в нашем лингвистическом профиле, где мы английский изучаем от 7 до 11 часов в неделю, Starlight у нас находится действительно важное место. Потому что мы понимаем, что есть такие определенные правила игры в подготовке к экзаменам, в выборе какого-то направления развития, школы того или иного направления, и, конечно, выбор качественных учебников и пособий, это всегда priority, это всегда важная составляющая. И вот, конечно, это Starlight. Потому что еще раз сделаю акцент, что Starlight – это многолетний положительный опыт. Starlight – это шикарный мотиватор и современный, и эффективный ОМК, который достойно может быть использован в различных направлениях. Ну вот возьмем, например, ОМК Starlight при подготовке ребят к успешному выполнению олимпиадных заданий. Снова, вы можете не работать системно в своих классах с учебником Starlight, но вы часто ломаете голову, задаетесь вопросом, а где найти хороший, качественный материал подготовки ребят к олимпиадному движению, вот к нашему всероссу, начиная от школьного этапа и заканчивая всероссийским. Ну, конечно, только Starlight в этой ситуации тоже может реально помочь вам подготовить ваших ребят. Ну, просто блок аудирования, блок чтения, блок творческих заданий, продуктивной части в разделе «Говорение письма». Ну, и лексика и грамматика – это действительно highly recommended, да, потому что именно здесь вы найдете хороший, качественный, добротный материал, потому что это современный учебник, который, помимо того, что учитывает планируемые результаты, понимает новые системы в оценивании, в том числе и формирующем оценивании, прекрасно работает принцип в этом учебнике дифференциации, но в нем есть еще очень важный принцип – принцип новизны и избыточности учебного материала. А что нужно нашим детям при подготовке к олимпиадам? Вот этот формат дополнительных, избыточных, ярких и очень сложных заданий. Здесь вы найдете различные задания в форматах, в том числе и в Российской олимпиаде школьников. Смотрите, тексты для чтения, они все прекрасно озвучены. Это есть возможность сразу с текстом работать, готовиться, в каждом тексте выискивать какие-то дополнительные эффективные моменты, связанные, скажем, с постановкой проблемы, с выражением собственного мнения. Вы найдете, наверное, больше нигде нет на российском рынке сегодня такого количества упражнений, мощных, серьезных для отработки различных лексико-грамматических заданий, будь то предлоги, фразы и глаголы, collocations, словообразовательные трансформации, грамматические трансформации, письменная и устная речь. Все жанры покрываются, все формы устной и письменной речи представлены, которые в том числе попадают на Всероссийскую олимпиаду школьников. Ну и, конечно, просто есть хорошие отдельные задания, которые именно бьют на эти сложные аспекты, и особенно это в рабочей тетрадке проходит. Такие задания нам дают возможность системной подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников. Вот просто посмотрите на сам учебный текст, и вы найдете прекрасную, качественно отработанную систему, как выстроить работу с учебным текстом. Неважно, готовитесь к единому государственному экзамену, или вы работаете, например, с заданиями при подготовке к олимпиадам. Конечно же, отдельного внимания, отдельная система заслуживает работа с лингвосторновидением. Мы знаем, что сейчас этому большое внимание придается в Моцероссийских олимпиадах и в учебнике Starlight, в учебнике звездно-английских. Просто масса прекрасных этих culture corners, где есть яркие, интересные, занимательные при этом, и очень познавательные такие тексты, которые реально позволят выполнять эти задания. Ну и плюс эти сами задания, они же на продуктивность работают. Посмотрите, раздел Speaking and Writing. Сколько вот этих вставочек из раздела Think вы найдете в этих заданиях, какие они все яркие, какие они все самобытные, что они действительно позволяют детям готовиться качественно и серьезно вот к этому процессу. То же самое это можно прекрасно совместить в работе с подготовкой к олимпиадным движению и подготовкой к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. Мне очень нравится, что вот когда ты готовишься и работаешь вообще по этому ОМК, ты постоянно работаешь над системой рефлексии, над системой формирования образа, такого мощного, серьезного образа, Independent Learner. И, конечно же, система формирующего оценивания. Все это можно найти в хороших разделах. Progress Check. Now I can. Это все действительно отрабатывается, и учитель уже при реверсивном планировании может прекрасно это использовать. Одним словом, мне кажется, у нас формируется устойчивая мотивация, и я это вижу из опыта, многолетнего опыта использования учебника, в практике своего лингвистического профиля, у ребят в изучении английского языка. Вот смотрите, я начал с того, что сказал, это мощная устойчивая мотивация, CPD, учителя английского языка, который вообще может не соприкасаться с учебником, но прекрасно взять его, скажем, в каникулы или летом, или на курсах повышения квалификации, и прекрасно выстроить систему. То же самое может происходить постоянно в работе с ребятами. Идет мощная, серьезная, устойчивая мотивация у ребят в изучении английского языка. Этому способствует, конечно же, многолетний положительный опыт. Это учебник-мотиватор, это учебник современного и эффективного ОМК. И мне здесь кажется, в этом учебнике прекрасно авторы сочетают важных четыре секрета качественного ОМК. Этот учебник коммуникативный, этот учебник компетентностный, когнитивный и, конечно же, он культурологический. Про каждый аспект, листая учебник, вы точно найдете много-много примеров подтверждений. Действительно, коммуникативно-когнитивная технология, это ведущая технология в этом учебнике. Компетентностно-деятельностный подход, текста-центрический подход, это основа, которая взята и отрабатывается качественно в данном учебнике. Конечно же, этот учебник на развитие. Ну вот просто, даже вот эти уже слайды, которые сегодня выстреливали из серии «think», они же все развиты, все направлены на развитие «critical thinking», «collaboration», «communication». Ну, это действительно не просто коммуникативный, а коммуникативно-когнитивный метод обучения. И, конечно же, богатый культурологический материал. Причем вот это понятие «cultural awareness» в ОМК «старлайт», оно просто пронизывает вот этот учебник. Это и фольклор русский, российский, и фольклор англосаксонский, и вообще весь мир. Вот смотрите, как каждый текст начинает звучать вначале, если вы начнете слушать, с музыки того или иного континента, той или иной страны, того или иного племени, малого или большого народа, то есть ты сразу погружаешься в мир. У моих ребят всегда карта, когда мы работаем с этим учебником, мира перед глазами, который висит, находится на столах, потому что мы путешествуем по миру с этим учебником. Я не знаю, я вот за эти годы столько для себя просто почерпнул нового, интересного, да, а потом подумал, а не поехать ли мне туда, и не открыть ли мне это местечко в мире. И за это я должен сказать, конечно, шикарному, прекрасному ОМК Starlight и авторам этого ОМК. Конечно, сама технология уроков, она вот тоже, ребят же, мотивирует, она так продумана, что идет вначале формирование навыка, совершенствование затем идет навык, развитие речевого умения, а потом мы выходим на контроль и рефлексию. Иногда можно, конечно, поначалу, если ты не очень качественно въехал в систему этого учебника, немножко потеряться в лексике, но рециркуляция лексики и грамматики здесь продумана. Просто требует от учителя более внимательного отношения. И главное, не бояться принципа вот этого, еще раз повторюсь, новизны и избыточности материала. Берите то, что удобно для ваших детей, с чем вы можете справляться, но точно ваши дети и вы не пожалеете, потому что вы получите качественный, хороший, современный продукт в работе. Ну, а это дорогого стоит. Поэтому, конечно, вы найдете здесь, для того, чтобы мотивировать своих ребят, интересные, познавательные и очень увлекательные тексты. Но вот нет ни одного текста, который не заслуживает какого-то интересного внимания. Есть возможность, как я уже сказал, тексты слушать. Это очень важно. Слушать – это значит развивать потенциал ребят, аудиалов, визуалов, кинестетиков, дигиталов. То есть все возможности в одном ОМК. Конечно же, большой банк заданий на развитие догадки, формирование компенсаторных навыков, политического мышления, автономии школьника и, конечно же, рефлексии. Плюс вы найдете прекрасный, богатый материал для перехода от рецептивных, непродуктивных навыков в продуктивном. Вы найдете много табличного материала для перехода и формирования вот этого навыка читательской и функциональной грамотности. И, конечно же, в США самое важное, вот в силу того, что это богатый материал, избыточный материал, материал, которым можно действительно вот купаться, ориентируясь в нем действительно хорошо, вы найдете хорошую возможность построения четкой, но при этом вот красивой дополнительной индивидуальной траектории для каждого ребенка, который будет работать с этим учебником. Вот с самых первых страниц здесь все направлено в то, чтобы ребенок стал думать, чтобы ребенок и ученик как бы стал увлеченно смотреть на этот материал. И здесь масса, масса материала, которые позволяют формировать, да, вот эту мотивацию, поддерживать ее и действительно приходить к хорошим результатам. И очень много подсказок, очень много вот этих памяток из серии «Учись учиться», они называются «Старый скеллс», которые помогут, которые сориентируют. Много различных форм работы предлагается, групповой, парный, индивидуальный, много интересных подсказок, хороший материал книги для учителя для suggested answers, дополнительный банк хороших контрольных заданий и vocabulary practice. Ну, мне кажется, это действительно возможность. Мне очень нравится, как идет система в мотивационном потенциале этого учебника с time management, да. Вот эти три минуты, часто появляющиеся часики, и четко мы начинаем думать, вместе проговаривать, а потом выдавать результат. У нас есть ссылки на ИКТ, на информационно-коммуникационные технологии, на интернет-ресурсы, это тоже важно. Часто даются задания, сразу предлагается план, который надо прочитать, а это нужно часто для наших заданий в формате ЕГЭ, ОГЭ и Олимпиадного движения. Одним словом, коллеги, вот мне сегодня прям действительно, знаете, пламенная речь, но она действительно от души, потому что я считаю, что ОМК Starlight – это уникальная возможность личностного роста учителя и ученика и из многолетнего опыта. Меня, как учителя английского языка, славной 12-й гимназии Тверской, моих коллег, с которыми я работаю и общаюсь по всему, по всей России. Наша многолетняя дружба с Владимиром Петровичем, вот это все подтверждает, что сегодня есть на рынке российском для российского учителя и российского ученика прекрасный, при этом уникальный учебник, который в себе сочетает все те новинки, все те требования, которые предъявляются, ну, к 21 веку, к ученику и к учителю. Одним словом, я искренне желаю вам удачи, если вы возьмете этот учебник, вот так же увлечься этим учебником, так же с ним вместе идти, найти в нем друга, советчика, наставника. Одним словом, дерзайте, берите этот ОМК, работайте с ним, вы точно не пожалеете. Спасибо огромное за внимание, спасибо, что нашли время и светлая, светлая память моему другу, учителю, коллеге, профессионалу и человеку с большой буквы, ученому Радиславу Петровичу Миндроду. Огромное спасибо, коллеги, удачи всем. Здравствуйте, уважаемые коллеги. На дворе уже глубокая осень, и мы понимаем, что приближается очередной этап сдачи единственного государственного экзамена. С момента введения ЕГЭ мы, учителя, пользуемся любой возможностью, чтобы повздыхать, поохоть по поводу подготовки к экзаменам. Но чем старше становятся новые системы оценки знаний, тем больше мы понимаем, что успешная сдача экзамена никак не связана с дрессировкой. То есть простым натаскиванием на форматы заданий. Сегодня мне легко будет это доказать, принимая во внимание, что все мы с нетерпением ждали и, наконец-то, появилась официальная публикация демонстрационного варианта. Сразу хочу сказать, что не разделяю беспокойство коллег, которые так волновались в ожидании окончательного варианта демонстрационного варианта. Потому что мы все знаем, что формат заданий с развернутым ответом изменился. Демонстрационный вариант, наконец-то, стал официальным документом. Кто еще не увидел его на сайте FIPI, я вам сделала небольшие такие слайды, чтобы показать вам, что есть этот демонстрационный вариант. И знание формата, конечно, помогает организовать работу точнее. Но зависят ли языковые навыки от формата? Конечно, нет. Если наш ученик обладает всеми видами речевой деятельности, обладает необходимыми языковыми навыками, умеет коммуникативно выполнять задачу, то в каком формате будут продемонстрированы вышеуказанные компетенции, не так важно. Если я, как учитель, во втором классе поставила малышам звуки, научила их читать, а в последующие годы технику чтения обязательный элемент хотя бы одного урока в модуле, то в 11 классе нет необходимости заниматься техникой чтения на каждом уроке. Пример, конечно, примитивный, но дает понять, что успех на экзамене это наша с вами работа на каждом уроке на протяжении многих лет. И все-таки сегодня речь пойдет о том, как в этом году подстроить, перестроить учебные материалы в имеющихся в нашем распоряжении УМК. Вот уже несколько лет мои старшеклассники занимаются по УМК «Звездный английский», созданному коллективом авторов, среди которых Радислав Петрович Миллеров. В основе каждого модуля интересные тексты, дающие учителю возможность и прямого следования предложенным заданиям, и создания новых заданий. Помните известное высказывание Архимеда «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». В нашем случае «Дайте мне текст, и я сделаю урок». Возьму в качестве примера урока второго модуля «Звездного английского» для 10 класса. Тема «Еда, здоровье и безопасность». Вот так выглядит слайд сценария темы. Вы видите, что все, абсолютно все нацелено на ЕГЭ, и мой рассказ сегодня об этом уроке. В качестве разминки предлагаю ребятам небольшой видеофрагмент и небольшие разноуровневые задания. Помним, что не все ребята выбирают английский язык в качестве экзамена по выбору. Но, как видите, все три уровня задания так или иначе связаны с экзаменом форматом. Здесь и ответы на вопросы. Вы помните, это устная речь задания номер 3. И определение соответствия полученной информации, и лексическое задание на расширение словарного запаса. Тема видеофрагмента о важности здорового питания тесно соприкасается с темой небольшого текста для проверки техники чтения. Я много в своих выступлениях рассказывала о том, как я готовлю ребят к технике чтения, поэтому сегодня моя задача не дать вам какие-то инструменты по подготовке к экзамену, именно инструменты тренировки, а рассказать о том, как можно адаптировать имеющиеся материалы к тому формату, который есть сегодня. Для чтения текста тем не менее вслух вызываю не самого сильного ученика, который наверняка сделает достаточное количество ошибок, тем самым с ними трудностей у ребят, которые готовятся к экзамену. Далее мне необходимо перейти от правильного питания к нарушению питания, и вниманию ребят предлагается небольшое описание расстройства пищевого поведения. Без понимания, что такое булимия, анорексия и тому подобное, сложно настроиться на основное задание по тексту, предполагая, что эта тема может и не быть в зоне интересов старшеклассников. На подготовку задания по чтению нацелены и два лексических задания. Первое разбирает основные лексические единицы текста, а второе предлагает соединить похожие понятия, тем самым объясняя ключевые слова в опциях заданий по детальному пониманию текста. Перед вами как синтонимический ряд, так и вот те самые опции, о которых я говорила. Что делает задание на соединение похожих фраз для понимания опций? Оно, собственно говоря, делает выполнение задания, самого задания, самого сложного задания по чтению, успешным. На подготовку заданий по чтению нацелены нацелены ой, извините, пожалуйста. Для того, чтобы в дальнейшем старшеклассникам было легко выполнить задания продуктивного характера, их необходимо наполнить тематической лексикой. Поэтому следующее задание урока предлагает тестирование. На элементарном уровне это выбор одного слова из предложенных в пределах одной фразы. На продвинутом распределении утверждений по группам вы видите это true-false и на высоком заполнении тематического текста словами из выпадающего списка. Двигаемся дальше и обсуждаем в группах предложенные вопросы. Это задание поможет дать нам развернутые ответы и это пригодится нам и в третьем задании устной части, и в четвертом задании устной части, и при выполнении заданий 39 и 40. Еще раз повторюсь, нет необходимости тренировать формат, но есть необходимость тренировать мысль, заставляя ее постепенно созревать. Апогеем этого урока стало выполнение еще одного задания в экзаменационном формате электронной письмодру. Справа вы видите вопросы, которые помогают ребятам настроиться на задание, не забыть о том, что они предполагают сделать в письме, не забыть те самые основные моменты, которые необходимы для выполнения задания успешно и получения максимального балла. Все предложенные в уроке задания предполагают, что какие-то из них могут быть назначены учащимися в качестве домашнего задания. Я, например, уже не буду настаивать на выполнении основного задания по чтению, но уроки изготовительная работа выполнена, трудности в понимании тех, кто не будет. Следующая под темой модуля «Живи долго и счастливо», в основе которой информация о долгожителях Акинавы. Начну урок традиционно с небольшого видеофрагмента, после просмотра которого предложу заполнение пропусков в тексте. Текст повторяет информацию фильма, но в сокращенном варианте и дает основные понятия урока. Вы видите основные лексические единицы, которые, кстати, ребятам до 10 класса не очень-то были известны. Никого не оставит равнодушным принципы долголетия, основанные на здоровом образе жизни, поэтому желание готовить блюда японской кухни является вполне закономерным, как и задание 2 устной части экзамена. 4 вопроса по предложенному рекламному объявлению. Следующее задание об основах питания долгожителей проверит не только читательскую грамотность, но позволит проговорить в речи разные числительные, применить сравнительную превосходную степень прилагательных и наречий. Другими словами, мы готовимся к следующему продуктивному заданию на заданию 40. Сможем ли мы, используя один-единственный постер, пройти по всем опциям, четырем опциям экзаменационного задания, пяти опциям экзаменационного задания, извините. Конечно. Итак, первая опция, какую информацию по предложенной теме мы нашли, у нас готова. Во второй опции определяют самые яркие факты, и я обращаю ваше внимание, что вторая опция в демонстрационном варианте несколько изменам, ну и, например, это яркие такие факты, например, какие продукты составляют основу питания долгожителей. Далее, в третьей опции сравниваем, положим потребление мяса и молочных продуктов. В четвертой опции не боимся формировать проблему, связанную с темой проекта, и помним, что диаграмма нам уже не очень и нужна. Главное внимательно читать именно четвертую опцию, в которой определена тема проблемы. Понимаем, что правильное питание основа жизни, что понимание необходимости правильного питания приходит не в подростковом возрасте, к сожалению. Осталось четко обозначить свое мнение о необходимости правильного питания в качестве основного условия долгой и счастливой жизни. Таким образом, пять вопросов по задерживанию костра позволят тренировать задания высокого уровня сложности. Попрошу ребят поработать над этим заданием группов. Предлагаю связать воедино ответы на пять вопросов. Каждый из пяти участников группы отвечает за свою опцию, снабжая ее необходимыми средствами логической связи. Упражнений на отработку средств логической связи придумано большое количество, поэтому сегодня я их не демонстрирую, но в Московской электронной школе в том числе вы можете найти большое количество материалов, хороших, качественных материалов. В условиях урока удается отработать первые два критерия задания 40. Решение коммуникативной задачи, как вы понимаете, и организация текста. Наполняем эти критерии необходимой лексикой и грамматикой, и задание 40 нового формата перестает быть страшным. Конечно, языковое оформление задания 40 это сложный момент для нас учителей и для наших учащихся, но мы понимаем, что чем больше мы говорим на уроке, чем больше учитель слышит неправильные структуры, чем больше корректирует учитель своих учеников, тем успешнее будут и эти критерии, и критерии лексики, и грамматики, и в дальнейшем, когда учитель проверит письменную работу, трофографию конкурсия. В этом же уроке предлагаю и подготовительные лексические задания, задания на установление референтных связей. Старшеклассникам предстоит восстановить текст, задания формата ЕГЭ. После задания по чтению старшеклассникам приходится убить двух зайцев, работа в паре, интервью, встреча с журналистом, который только что приехал из Японии и готов поделиться своими впечатлениями о встрече с долгожителями. И апогеем этого урока станет небольшая проектная работа сравнения своего рациона питания с рационом кавказских долгожителей. Он, кстати, не очень отличается от японского и когда я подбирала видеофрагмент именно к этому сценарию, я, к сожалению, не смогла найти качественный хороший фрагмент на английском языке о кавказских долгожителях. К сожалению, очень хорошо слышен русский язык и не очень ну, скажем так, не очень интересные съемки наших кавказских долгожителей, хотя жизнь на Кавказе всегда была интересна нам всем. Третья подтема целиком и полностью посвящена московским кафе и ресторанам. Здесь не будет больших текстов, то есть не будет большого задания по чтению, но будет задание по словообразованию, представленное, например, интересной информацией о кафе Душкино. Задание по заполнению текста о гастрономическом центре зарядья, распределение аргументов за счету питания вне дома и против питания вне дома. В итоге ребятам будут предложены два небольших текста о теремке и о докторе Живаго. И как вы догадываетесь, именно эти две фотографии или подобные этим фотографии ребятам придется выбрать для проекта и убедить своего друга использовать эти фотографии в проекте. Описание фотографий неотъемлемая часть любого урока. Каждая иллюстрация урока позволяет тренировать задания четыре устной части экзамена. Такие простые опции, как что, кто на картинке, где происходит действие, какое действие, доводит навык описания фотографии до автоматизма. Всегда добавляя в описание фотографии чувства людей и опцию «Хотел бы ты, любишь ли ты» и обязательно объяснение причины. Перед вами формат последнего задания устной речи. Выделены основные понятия. Обратите внимание, он тоже несколько изменился. Теперь у нас здесь четыре опции, а не пять, которые предложены в проекте демонстрационного варианта. Сегодня я представила вашему вниманию план одной темы по УМК «Звездный английский». Процент заданий, сходных с учебником, минимальный. В учебнике представлены основные идеи и тексты, на основе которых можно создать невероятное количество учебных упражнений. Проблема в одном. Учителю практику не всегда в силу своей загруженности удается создавать сценарий темы, размещать их на платформе МЭШ и облегчать многим учителям подготовку к уроку. В заключение могу пожелать вам, уважаемые коллеги, найти или создать самим надежный источник учебных заданий, который будет способен зажигать звезды вашего города. Для меня таким надежным источником всегда было и остается просвещение, бережно сохраняющее лучшие традиции российского учебника, на страницах которых делятся своими знаниями авторы, признанные во всем мире. УМК нового поколения должны обеспечивать достижения заявленных в новом государственном стандарте личностных метапредметных и предметных результатов. Федеральный государственный стандарт четко формулирует эти задачи. Современный выпускник должен свободно говорить на иностранном языке. Для реализации данных задач нам, учителям, необходимо определиться с выбором УМК того, который полностью бы соответствовал требованиям в ГОС. И УМК Starlight является отличным выбором. УМК Starlight это совместный проект российского издательства просвещения и британского издательства Express Publishing, в котором нашли отражение современной тенденции российской и зарубежной методик обучения иностранному языку. При обучении английскому языку мы используем следующие компоненты УМК. Учебник рабочая тетрадь сборник контрольных заданий сборник тренировочных упражнений в формате ГИА и, конечно же, аудиокурс для занятий в классе и дома. Учебники для 5-9 классов имеют следующую структуру. Вводный модуль позволяет быстро восстановить в памяти материал, пройденный в прошлом году. Шесть тематических модулей. Каждый модуль состоит из 12 уроков, которые имеют четкую структуру и последовательность упражнений. Единообразие построения уроков облегчает работу как учителя, так и обучающегося, так как обучающиеся быстро понимают привычные установки, знают, что от них требуется сделать и больше внимания уделяют содержанию заданий. Раздел Revision обеспечивает повторение изученного материала в рамках подготовки к контрольной работе. Раздел Vocabulary Bank содержит упражнения на закрепление изученного лексического материала, обеспечивает увеличение словарного запаса современными лексическими единицами. Раздел Writing Bank способствует развитию умений письменной речи. Грамматический справочник, а также справочник по словообразованию помогает обучающимся найти нужный материал в случае, если они пропустили урок, и закрепить необходимый теоретический материал самостоятельно. И, конечно же, финальный раздел Англо-русский словарь. Каждый модуль имеет четкую структуру. Это новый лексико-грамматический материал уроки A, B, E, and F. Уроки культуроведения и страноведения это Culture, Cone, and Russia. What is the most impressive site? In my opinion, the most impressive site is the Golden Gate Bridge because it's modern and very big. Урок речевого этикета Everyday English. Okay, guys, Lisa, you are a ticket seller. Vadim, you are a customer. You're welcome. Speak to each other. Okay. Hello, can I help you? I write three tickets to Greenwich beer, please. Two apples and one child. Single return. Return, please. Okay, Z35, 50, please. Here you are. You are welcome. Уроки для развития умений и навыков во всех видах речевой деятельности. Skills. Уроки для развития метапредметных связей. Curricula. What is a good citizen? What does it mean? Do you know? Okay, Lisa. Good citizen of all the rules. Yes, you are right, as a parents. Get your own push. Good citizens are very good rules. И уроки для развития устной письменной речи. The section is writing bank 1, WB 1. Уроки самоконтроля и рефлексии учебной деятельности. Это language review and language news. Here is the revision section of the book. Yes, today we are going to review present simple and present continuous, but we'll do it in a different way, not using book, but using clickers cards. На каждый урок наши учителя разрабатывают интерактивные задания, чтобы вовлечь обучающихся в образовательную деятельность при помощи современных технологий. Цифровые платформы WorldWall, Clickers, презентации, созданные и разработанные специально для Московской электронной школы, являются самыми любимыми и востребованными среди наших учеников. Очень ценным является тот факт, что ОМК Starlight содержит задания на развитие функциональной грамотности и проектно-исследовательской культуры, а также задания со свободно конструируемыми ответами. Мы уверены, что благодаря такому подходу обучающиеся могут успешно сдавать тестирование PISA. Новый стандарт, предъявив новые требования к результатам обучения, дал нам возможность по-новому взглянуть на урок и воплощать новые творческие идеи. Меняются формы и методы организации занятий. Акцент делается на обучении через практику, на развитие самостоятельности и личной ответственности обучающихся. Подводя итоги вышесказанного, следует отметить, что переход на работу в условиях образовательных стандартов третьего поколения требует от учителя иностранного языка принципиально новых подходов к учебно-воспитательному процессу. И работа с этим инновационным, отвечающим всем современным требованиям ОМК, заметно помогает учителю английского языка добиться поставленных целей. Уважаемые коллеги, всем доброго дня. Меня зовут Шевнян Марина Витальевна, я являюсь методистом Центра негистического образования и статиста просвещения. В рамках сегодняшнего вебинара хотелось бы рассказать вам о линии ОМК звездный английский, о разнообразных компонентах и ресурсах, предназначенных для работы учителя и учащихся по данной линии ОМК. Кроме того, вы познакомитесь с нашими региональными проектами, основанными на данной линии ОМК, а также с электронными образовательными ресурсами, издательство просвещения, которым можете воспользоваться при работе с линией ОМК звездной английский. В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации номер Африказ 766 от 23 декабря 2020 года линия ОМК английский звездный английский со 2 по 11 классы вошла в новую федеральную перечень учебников и является самой популярной линией ОМК для общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением английского языка. Нужно отметить, что данная линия составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального основного и среднего общего образования с учетом планируемых результатов освоения основной образовательной программы и концепции духовно-нравственного воспитания. Распределение рекомендуемого количества часов по линии ОМК звездной английский составляет для начальной школы 3 часа, для основной школы 4 часа и для старшей школы 5 часов. На сайте электронно-методического журнала просвещения иностранной языки, а именно в разделе методические материалы к текущему учебному году рассмещены календарно-тематические планирования к линии ОМК звездной английский. Нужно отметить, что линия ОМК звездной английский отвечает требованиям европейских стандартов и учитывая данное положение учащиеся становятся участниками процесса организуемого Советом Европы по повышению качества общения между европейцами носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга свободнее общаться и перейдет в более тесному сотрудничеству. Информация о Starlight Common European Framework размещена на страницах методического журнала просвещения иностранных языков. А именно, напоминаю, в разделе методические материалы к текущему учебному году. На сайте издательства просвещения сайт издательства звучит так 3db.prod.ru А именно, в разделе УМК Звездоанглийский 2 по 11 классы углубленные изучения у вас есть возможность скачать бесплатно рабочие программы аудиокурсы книги для учителя воинок необходимые для работы класса. Книги для учителя и методические рекомендации к линии УМК Звездоанглийский размещены в разделе методические материалы в текущем учебному году в электронном журнале посвящения иностранной языки. А в разделе аудиоприложения к учебникам и рабочим тетрадям вы уже сможете скачать аудиокурсы не только в учебниках и рабочих тетрадях данной линии УМК, но еще и контрольным заданиям. Особого рассмотрения требуют дополнительные компоненты к линии УМК звездные английскими, на которых мы сейчас остановимся и начнем со сборников упражнений для начальной школы. Данные сборники содержат разнообразные задания и упражнения каждому уроку учебника, направленные на развитие науков письменной речи и повторения изученного лекста грамматического материала. Сборки грамматических упражнений состоят из восьми модулей тематических соответствующих модулям учебника, содержат краткую справку по грамматическим явлениям и разнообразные задания по трем видам речевой деятельности, а именно о письмом, чтении, говорении. Здесь также предлагаются задания на тренировку и запрепление материала. Данные сборники могут быть использованы для самостоятельной работы учащихся дома, так и для занятий в классе уже с учителем. Обратите внимание, что ключи для самопроверки отмещены на нашем сайте в разделе «Каталог» совершенно бесплатно. Пацаны под названием «Книги для родителей» содержат комментарии к упражнениям, рекомендации по работе с изучаемым материалом учебника и рабочей тетради, а также ключи к упражнениям этих компонентов. Для проверки наука аудирования, чтения, лексики, грамматики, письма мы готовы предложить сборники контрольных заданий. Данные сборники включают контрольные задания нескольких вариантов, которые выполняются по завершении работы над каждым модулем. В них предлагаются материалы для промежуточного контроля и долговая годовая контрольная работа, а также содержатся ключи для самопроверки и тексты заданий для аудирования. Весь материал пособий предназначен для всерокопирования. Аудиокурс контрольных заданий вы можете скачать с нашего сайта из раздела «Каталог». Обратите внимание на универсальные пособия по грамматике английского языка, направленные на развитие и совершенствование грамматических навыков. Пособия называется английская грамматика «Легко» для 2-4, 5-7 и 8-9 классов. Простые и понятные грамматические правила даются здесь не только в форме коротких формулировок, но и также в виде таблицы, схемы. Для облегчения запоминаний предлагаются рифмованные эффекты, забавные истории и познавательные материалы, отобранные в соответствии с возрастными особенностями учащихся. Разнообразные упражнения разного уровня сложности обеспечивают усвоение и допрепление правил грамматики. А доступное объяснение грамматических правил позволяет использовать пособия как для занятий в классе, так и дома самостоятельно, но уже без помощи учителя. Справочные материалы и дополнительные задания к пособию для 2-4 классов размещены на сайте из записи в разделе «Каталог». Перейдем к сборникам грамматических упражнений для 5-9 и 10-11 классов. Данные сборники содержат разнообразные задания к упражнениям и упражнениям каждому модулю учебника и направлены на повторение изученной лекции грамматического материала, а также на развитие навыков письменной речи. Обращаем внимание, что ключи для самопроверки к сборникам грамматических упражнений для 10-11 классов размещены на сайте издательства в разделе «Каталог» бесплатно. Что касается тренировочных упражнений в формате ОГЭ с 5 по 9 классов. Данные пособия содержат разнообразные задания и упражнения каждому модулю учебника, направленные на развитие навыков письменной речи и на повторение изученной лекции грамматического материала. Авторами данных изданий была разработана система подготовки к обязательному государственному экзамену, начиная с 5 класса. Что касается лексических практиков, то данные пособия содержат дополнительные задания, направленные на тренировку активных лексических единиц и грамматических скуптур для лучшей отработки изученного материала учебника. Ну а сейчас, уважаемые коллеги, перейдем к знакомству с пособием серии «Готовимся к экзамену». Называются данные пособия «Английский язык» и «Единый государственный экзамен», «Грамматика» и «Лексика». Данная пособия предназначена для подготовки письменной части единого государственного экзамена по английскому языку. Издание содержит лексик грамматические задания, экзаменационные тесты для пробного экзамена, а также грамматический справочный материал и ключи для самопроверки. Обращаю внимание, что грамматический справочник, выполненный на английском языке, вы можете скачать с нашего сайта из раздела «Каталог» бесплатно. Наряду с этим необходимо отметить важность методической поддержки при работе с УМК и учебными пособиями. Поэтому для более детального изучения рассматриваемой темы хотелось бы обратить ваше внимание к нашим следующим электронным образовательным ресурсам. Обратите, пожалуйста, внимание на электронный методический журнал «Проспещение иностранных языков», которому в этом году исполнилось целых 10 лет. За теми работы журнала было опубликовано более 2000 авторских, методических статей, а также материалов ваших коллег со всех уголков нашей страны. Пожалуйста, обратите внимание и на статью об учебниках и учебных пособиях Радислава Петровича под названием «Ближе к звездам». Данную статью вы можете ознакомиться на страничке нашего журнала. Кроме того, журнал «Проспещение иностранных языков» не только дает вам возможность познакомиться с статьями авторов, методистов, учителей по работе с учебниками и дополнительными пособиями «Проспещение» и не только дает возможность вам принять участие в создании сборников обучающих материалов, но у вас есть возможность присылать свои собственные материалы для публикации в журнале. Напомню, публикация в журнале является бесплатной. Со всеми требованиями вы можете ознакомиться на страничке журнала в демонстрируемой рубрике. Авторы опубликованной статьи получат электронный сертификат. В разделе специализированной сборники по ОМК «Изайство просвещения», размещенном на странице журнала «Проспещение иностранных языков» мы подготовим для вас следующие сборники по ОМК «Звездные английские». Итак, начнем знакомство с ними. И первый сборник, с которым хотелось бы вас познакомить более детально, называется «Педагогическая гостина Радислава Петровича Нильруда из опыта учителя английского языка». Здесь размещены материалы кедрительских статей, посвященные следующим проблемам – воспитанию, развитию, обучению детей, формированию у школьников предметов, метапредметных умений, а также подготовке выпускников государственной итоговой аттестации и их урочной деятельности. А в сборнике «Педагогическое наследие» Радислава Петровича Нильруда собрана информация о трудах ученого, его статьи на самые своевременные и актуальные темы и многое другое. На образовательном ресурсе на YouTube-канале под названием «Процвещение иностранных языков» мы размещаем записи вебинаров, видеолекций, образовательных роликов, обещающих многие аспекты изучения иностранных языков. С авторскими вебинарами и видеолекциями Радислава Петровича Нильруда можно ознакомиться в плейлистах УМК «Уберзный английский» для вторых и одиннадцатых классов, а также мастерской педагогического развития. Кроме того, подготовленный плейлист детям и родителям «Английский язык» содержит видео, которое вы можете использовать дома как дополнение к школьной программе. Как известно, концепция духовно-нравственного воспитания ориентирована на воспитание любви и уважения к своей малой родине, своему краю и городу. Как показало исследование, у российских школьников не развита в достаточной степени и умение рассказывать о своей стране, о своем крае. В связи с этим Зайство просвещения выпускает специализированные региональные проекты, одним из которых является линия УМК «Английский язык. Звездом у него гордость» со второго и одиннадцатой класса, которая призвана восполнить данные пройдет у школьников, выводя обучение английскому языку на совершенно новый уровень. Авторский коллектив работал над этими учебными пособиями совместно с Департаментом правительства города Москвы. Учебные пособия базируются на учебниках линии УМК «Звездной» английский, поэтому основные методические принципы работы с данным УМК остаются неизменными. Кроме того, в работе с учебными пособиями можно использовать все компоненты линии УМК «Звездной» английский, а именно рабочую тетрадь, контрольные задания, сборники упражнений и языковой партии. Линия УМК «Звездной моего города» делает уникальный не только контент, но ее дополняет и одноименный интернет-портал для школьников, учителей и родителей. Для учащихся на портале размещены аудиокурсы, видеоуроки и упражнения в интерактивном формате. Родители смогут получить здесь рекомендации по работе с учебными пособиями, а учителя – методическую поддержку. Здесь размещены книги для учителей, дополнительные материалы к уроку, фейсовые задания, рабочие программы, календарные тематические планирования и многое-многое другое. Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу над нашими региональными проектами и уже вышли в свет учебные пособия по английскому языку в серии «Звездной игры» – «Ебра Стар». А для ознакомления с коллекцией учебных и методических материалов, инновационными сервисами для преподавания, а также учебниками с интерактивными объектами можно, воспользовавшись образовательной платформой медиатека в проспещении. Кроме того, целесообразно выделить эффективный модульный образовательный курс для тех, кто заинтересован в проведении учебной исследовательской и проектной деятельности на иностранном языке. Так, пособие English for Research Students или элективный курс и программа английский язык для исследователей содержит задания, направленные на развитие обучающихся познавательно исследовательских умений, необходимых для всестороннего развития личности. Предлагаемый курс коротких видео-лекций к пособии English for Research Students поможет начинающим ученым разобраться в технологии исследовательского проекта, узнать о планировании, организации, оценке результатов эксперимента, а также научиться выполнять собственный исследовательский проект. Уважаемые коллеги, наше издательство идет на обоставление, но поскольку линия УМК «Геознанглийский» является инновационной, поэтому у нее есть своя страничка в социальных сетях. Присоединяйтесь, пожалуйста, к странице «Английский знание» в Фейсбуке, и вы узнаете о самых последних событиях нашего издательства, а также найдете множество дополнительных материалов, которые, мы уверены, будут вам очень интересны и полезны в дальнейшей работе. В официальном интернет-магазине издательства shop.pro.ru можно приобрести учебники и дополнительные компоненты к ним. И, уважаемые коллеги, запишите, пожалуйста, наш контакт, с адресом электронной почты language.pro.ru в случае возникновения вопросов методического характера, организации совместных мероприятий. Мы всегда будем рады вам помочь и вас поддержать. На этом я завершаю свое выступление, благодарю всех за внимание и желаю всего самого доброго. До свидания. Уважаемые коллеги, к сожалению, мы подходим к завершающей части нашей конференции и завершаем ее в ведущей методике в результате «Тайс-экспресс-паблишер» и «Ленео Моррис». В своем выступлении специалист рассмотрит роль технологии в дифференцированном смешанном обучении и эффективном вовлечении учащихся в изучении английского языка. Зарегистрируйтесь, пожалуйста, по ссылке, которую вы видите на своих экранах. Данная ссылка вам также для удобства направлена в чат. Кроме того, хотелось бы пригласить всех на тренинг с нашими британскими партнерами и специалистами «Тайс-экспресс-паблишер», который состоится 27 ноября. Ссылка на регистрацию программы, направленной вам в чат. Мы будем очень рады вашему участию. Дорогие друзья, прежде чем попрощаться, позвольте от лица издательства поблагодарить всех за участие, за отзывы и активность в чате. Нам очень приятно получать от вас обратную связь. Запишите, пожалуйста, наш контакт, это адрес-экспресс-почта, на имениссобакопрос.ру. В случае вопросов методического характера организации совместных вебинаров, мы всегда будем рады вам помочь и вас поддержать. На этом мы завершаем конференцию. Благодарю всех за внимание и желаю всем всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok